Собственником квартиры в доме номер 9 по улице Фейгина Иван Влас стал около года назад. Правда, новоселье до сих пор не отпраздновал. Квадратные метры расположены на четвёртом последнем этаже. Выше только крыша. Точнее, одно название, признаётся молодой человек. Малейший дождь или оттепель и вода с прогнивших перекрытий топит новое жильё. Конечно, очень это трагично и печально, потому что всё это всё отсыревает. Это невозможно даже закрыть никакими панелями, иначе будет влажность. А это всё способствует образованию плесени. Я когда вскрыл обои и начал отбивать, я просто увидел огромный угол. Это всё было покрыто плесенью. У Елены Слободнюк из-за постоянной сырости обрушилась часть потолка. Женщина рассказывает, дом долгое время принадлежал организации «Жилремстрой». Они якобы не только не ремонтировали крышу, но и усугубляли ситуацию. В том числе, утверждает Елена, неправильно чистили кровлю от снега. Из-за этого разрушена верхняя часть фасада. Под крышей уже кирпичей нет практически, они все вылетели. Железо всё худое, доски худые, и сквозь них постоянно течёт вода по токам, по окнам. А сейчас уже кирпичи в основном выпали, падает вот штукатурка, уже вон всё треснуло. Собственники утверждают, о плачевном состоянии дома в «Жилремстрой» направили десятки жалоб. Но управкомпания их игнорировала. А в мае прошлого года и вовсе отказалась от проблемного адреса. Договор был разорван в одностороннем порядке. Столько у нас обращений было, начиная с городских, районных, областных, надзорных органов, прокуратуры, пять писем. Но никто на нас не реагировал. Летом проблемный адрес передали управкомпании «Порядок». Тогда же выяснилось, что на счетах жильцов совсем нет средств ни на текущий, ни на капитальный ремонт. Как так вышло, жители не понимают. И пишут обращение в прокуратуру. Новую управкомпания в это время пытается помочь дому своими силами. На данный момент мы помогаем собственникам, свою работу выполняем. Крыша чистится регулярно. Сейчас мы будем за свой счет оплачивать проект данному дому, чтобы ускорить программу по капремонту. Сейчас готовится в суд иски о том, что жилая Ремстрой не выполняла своих обязательств. И обязать их возвратить денежные средства собственникам. Гендиректор «Жил Ремстрой» от видеокомментария отказался в личной беседе с нашим корреспондентом. Артур Закарян утверждает, договор с жильцами расторгли по всем правилам. А вот причиной стала невозможность найти общий язык. Якобы жители дома на Фейгина-9 сами отказались от капремонта крыши. А деньги со счетов решено было потратить на обновление фасада. Так ли это, предстоит выяснить надзорным органам. Алексей Дудин, Дмитрий Базаров и Дмитрий Шаталов.